понять как остановить мысли 8 октября 1992 года ум шанти 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 ум покой добрый вечер это большая честь для меня снова быть с вами видеть вас говорить с вами рассказать вам немного и пойти домой прекрасный вечер приятный ветерок все хорошо все на своем месте нет никаких ошибок и вы все это божественные духовные существа нравится вам это или нет мое внимание привлекло то что многие из вас пытаются остановить свои мысли пытаются контролировать свои мысли вы никак не можете сделать это рамана махарши говорил что попытка остановить свои мысли подобно тому что вор желая поймать другого вора становится полицейским другими словами вор даже став полицейским не поймает другого вора потому что он сам вор то же самое с нашими умами когда мы используем ум для того чтобы остановить мысли ум никогда не остановит мысли потому что он хочет жить остановка мыслей это уничтожение ума а он не хочет быть уничтоженным он хочет продолжать жить он хочет наполнять вас до краев всякой бессмыслица и суевериями поэтому мы не пытаемся остановить мысли что же мы реально делаем мы абсолютно ничего не делаем на самом деле вам ничего не нужно делать чтобы мысли прекратились всегда помните если вы следуете садхане которую вы изучали духовным упражнением которые вы практиковали если вы медитируете занимаетесь йогой то это делает вас свободными на пару мгновений после чего мысли возвращаются к вам во всей своей силе и сбивает вас с ног с помощью духовной практики вы не можете остановить ум или контролировать его но если вы абсолютно ничего не делаете если вы пребываете вашим истинным я то вы заставляете мысли затихать во всех священных писаниях мы читаем что если ум не останавливает свое окружение то не будет никакой реализации никакого освобождения только тогда когда ум останавливается только тогда исчезает мысли только тогда есть освобождение тем не менее мы используем слова остановить ум остановить мысли Это не совсем правильное их употребление, потому что вы снова должны использовать ум, чтобы остановить мысли. А ум не хочет этого делать. Он не желает прекращать думать. Однако, перестав думать, вы приобретаете ничем не омраченное счастье, бесконечный покой, божественное блаженство. Когда мысли останавливаются, тогда эти истины выходят на первое место, и вы становитесь свободными. Вы не должны ни наблюдать мысли, ни анализировать мысли, ни свидетельствовать их. Вы не должны делать ничего подобного. Все это просто делает ум сильнее. Это действительно так. Большинство из вас в течение многих лет пыталось остановить свои мысли с помощью различных подобных методов. Если вы оглянетесь назад, то увидите, что все это сделало ум только сильнее. Это дало уму еще больше силы. Мысли бьют вас со всех сторон. Это означает, что для того, чтобы остановить мысли, нам вообще не нужно пользоваться никакими методами. Ум начнет замедляться за счет того, что он абсолютно ничего не делает. Если вы думаете, что должны смотреть на свои мысли, наблюдать свои мысли, то вы говорите себе, «Я собираюсь наблюдать свои мысли, я буду смотреть на свои мысли». Для того, чтобы сделать это, вы используете энергию ума, не так ли? Вы используете энергию, чтобы остановить мысли, и вы никогда не сможете сделать это таким способом. Но опять же, если вы абсолютно не будете ничего делать, если вы будете просто сидеть, ничего не делая, то мысли будут ослабевать. В действительности, сейчас, ни на этой земле, ни где-то еще, нет мудреца, который на самом деле останавливает мысли. До тех пор, пока вы видите тело, и вы называете это тело мудрецом, в этом теле всегда будет какое-то мышление, всегда будут какие-то мысли. Например, я могу сидеть здесь и говорить себе, «Когда я приду домой, я съем блюдо из мороженого». Это мысль. Но что происходит, когда я говорю это, и что происходит, когда это говорите вы? Когда я говорю это, когда я думаю об этом, то это похоже на сгоревшую веревку. Сгоревшая веревка может казаться крепкой, но когда вы поднимаете ее с земли, она превращается в пепел. Она сожжена, там ничего нет. Когда это говорите вы, то это подобно настоящей, не сгоревшей веревке. Вы даете этому энергию, вы даете этому силу. Опять же, когда мудрец думает о чем-то, то это подобно вентилятору, отключенному от розетки. Вентилятор по-прежнему вращается, но в нем нет никакой силы. Другими словами, мысли святого мертвы. Мысли мудреца не имеют никакой силы, вообще никакой силы. Вот почему говорится, что мудрец не думает. У мудреца нет мыслей. На самом деле это означает, что мысли мудреца мертвы. Когда мысли мертвы, тогда вы живете в абсолютной реальности. Вы живете в чистом осознавании. Когда мысли мертвы, тогда вы живете в сад Чита Нанди, в нирване. Так что же делать, чтобы прекратить мышление, чтобы мысли могли стать мертвыми? Вы просто не привязываетесь к мыслям. Если вы не привязываете себя к мыслям, не реагируете на мысли, не откликаетесь на мысли, то они теряют силу и начинают исчезать. Вы не даете им никакой энергии. Вы не даете им никакой силы. Не говорите себе «я должен остановить свои мысли». Не делайте ничего подобного. Просто притормаживайте. Просто замедляйтесь. Пусть мысли делают то, что они делают. Позвольте мыслям идти их собственным путем. Ничего не делайте со своими мыслями. Не думайте о них. Не боритесь с ними. И самое главное, не пытайтесь остановить их. Вы можете подумать, что это трудно, но это не так. Это похоже на тот момент, когда вы только что проснулись, когда вы еще сонные, когда к вам еще не успели прийти мысли. И когда к вам приходят первые мысли, тогда вы в ряд и обращаете на них внимание. Вот такое у вас должно быть к этому отношение. Вообще не обращайте внимания на мысли. Но если вы говорите «я не обращаю внимания на мои мысли», то вы все портите. Вы не должны произносить это. Вы не должны говорить это. Вы должны просто стать этим. Как только вы начнете оставлять ваши мысли в покое, не обращать на них внимания, перестаете быть привязанными к ним, вы заметите, как с вами происходит нечто очень интересное. Вы начнете замечать, что вы становитесь очень умиротворенными, очень спокойными. Что вы становитесь совершенно счастливыми из-за всякой причины. В мире по-прежнему происходят все эти омерзительные вещи. По-прежнему существует бесчеловечность человека по отношению к человеку. У вас по-прежнему есть свои собственные, так называемые, проблемы. Тем не менее, вы становитесь счастливыми. Вы становитесь спокойными. Вы пребываете в блаженстве. Это происходит само по себе, потому что ваши мысли замедлились. У вас не было ничего общего с этим. Вы не замедляли свои мысли. Это важный момент, о котором вы должны помнить. Вы не замедляли свои мысли. Никоим образом вы этого не делали. Ибо вы это ум. Вы не использовали ваш ум, чтобы замедлить ваши мысли. Вы не сделали абсолютно ничего. За исключением того, что игнорировали свои мысли. Игнорируйте свои мысли целиком и полностью. Еще раз. Не боритесь с вашими мыслями. Игнорировать свои мысли означает не бороться с ними. Не пытайтесь изменить свои мысли. И самое главное. Не пытайтесь остановить свои мысли. Просто не привязывайтесь к ним и игнорируйте их. Игнорируйте их. Пример здесь такой. Что происходит с вашим другом, которого вы игнорируете? Что происходит, если ваш друг говорит с вами, рассказывает вам что-то, а вы его игнорируете? Что тогда происходит? Ваш друг уйдет. Ваш друг уйдет, и дружбе придет конец. Он или она перестанет быть вашим другом. Ибо вы проигнорировали его целиком и полностью. Вы не ругали его. Вы не считали ему нотаций. Вы не были злые с вашим другом. Вы просто проигнорировали его. Не получая от вас никакого ответа, ваш друг отступится от вас и уйдет. Вот так вы должны обращаться со своими мыслями. Точно так же. Не имеет никакого значения, хорошие это мысли или плохие. И те, и другие самозванцы. В действительности не существует ни хороших, ни плохих мыслей. Мы не пытаемся заменить плохие мысли на хорошие или хорошие мысли на плохие. Мы пытаемся оставить мысли в покое. Мы не делаем с ними ничего. Я хочу, чтобы это было совершенно ясно. Это высший способ работы с мыслями. Есть очень много разных практик. У вас есть випассана медитация, у вас есть паранаяма, у вас есть множество различных методов для того, чтобы остановить свои мысли. Все эти методы хороши до определенной степени. Они делают вас в некотором роде однонаправленными. Но они не останавливают ваши мысли. Есть люди, которые в течение многих и многих лет практиковали пранаяму, дыхательные упражнения, випассана медитацию, даже дзен медитацию, а также другие формы йогической медитации. Возможно, они и достигли подобия покоя, но они не стали освобожденными, потому что они используют методы. Каан – наблюдение за своим дыханием или ощущениями, изменение своих мыслей на что-то положительное. Но что бы вы ни делали, вы используете свой ум для того, чтобы делать это. И ваш ум всегда обманет вас. Он заставит вас поверить, что вы уже достигаете чего-то, что вы становитесь чем-то великим. Но на самом деле это яга. Именно яга контролирует ум, а яга – это вы. Яга старается контролировать ум. Итак, еще раз. Что вы делаете для того, чтобы остановить мысли? Абсолютно ничего. Почему же так важно слово «ничего»? Вы абсолютно ничего не делаете, потому что на самом деле все это ничто. И это является причиной, по которой вы ничего не делаете для того, чтобы остановить свои мысли. В действительности нет никаких мыслей. Нет никого, кто бы пытался остановить их. Нет ни освобождения, ни рабства. Есть только ничто. Чтобы остановить свои мысли, вы не используете то же самое ничто. Вы ничего не делаете, потому что вы ничто. Ничто плюс ничто дает ничто. Можете ли вы теперь понять, почему я говорю, что не нужно ничего делать? Потому что, когда вы ничего не делаете, то используете свою истинную природу. Вы есть ваше истинное «я». Когда вы ничто, тогда вы – это абсолютная реальность. Следовательно, когда вы что-то делаете для того, чтобы остановить свои мысли, вы обманываете себя. Ничего никогда не случится. Вы, как я и говорю, лишь немного успокоитесь. Вот и все, что произойдет. А вот если вы будете замедлять себя, ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не делать, если вы будете ничем, то ваши мысли становятся целиком и полностью. Абсолютно. И, как я уже говорил, вы будете чувствовать прекрасное счастье, спокойствие ума, блаженство. Вы будете свободны. Практикуйте это прямо сейчас. Позвольте мыслям приходить, какие бы это ни были мысли. Абсолютно ничего не делайте. Не имеет никакого значения, что это за мысли. Позвольте им приходить, независимо от того, насколько они кажутся пугающими, независимо от того, насколько они кажутся сильными. Пусть они приходят. Нужно начать с того, откуда приходят мысли. Они приходят из ниоткуда. Они приходят не из сознания. Они приходят не из чистого осознавания. Они приходят не из истинного «я». Откуда приходят мысли? Из ниоткуда. Они представляют собой оптическую иллюзию. Они не существуют. Они подобны видимости неба на вершине горы. Кажется, будто небо лежит на вершине горы. Но это оптическая иллюзия. Мысли вообще не существуют. Поэтому вы спрашиваете себя, кто думает. И вы узнаете, что думает эго. Так что есть и другой момент. Когда мысли замедляются, тогда то же самое делает эго. Мысли и эго – это синонимы. По мере того, как мысли замедляются, эго тоже замедляется. И вместе с мыслями также начинает исчезать. Когда нет мыслей, тогда нет эго. Когда нет эго, тогда не остается никого, чтобы думать. Тогда вы зададите следующий вопрос. Как я буду действовать, если я не буду думать? В начале занятия я уже говорил, что мысли мудреца подобны сгоревшей веревке. Они кажутся реальными, но это не так. Другими словами, ваши мысли нереальны, а не ложны. Как вы будете функционировать без мыслей? Вы будете функционировать очень хорошо. Спасибо. Многие из вас все еще верят, что для того, чтобы функционировать, у вас должны быть мысли. Вы думаете, что станете овощем. Но без мыслей вы будете спонтанны. Вас будет мотивировать истинный я. Вы будете знать, что делать, куда идти, с кем говорить, а с кем не говорить. Причем вы будете знать это лучше, чем сейчас. Гораздо лучше. Все будет происходить с вами спонтанно. Все то, о чем мы постоянно говорим, парадоксально. А парадокс здесь заключается в том, что даже если у вас нет мыслей, то вы все еще думаете о некоторых вещах, которые должны быть сделаны. Но уже нет в живых того, кто мыслит. Нет того, кто мыслит. Не осталось того, кто мыслит. Тем не менее, все еще кажется, будто вы думаете о каких-то вещах, и за счет этого вы можете работать. Это похоже на то, что мы обсуждали в воскресенье. Люди всегда спрашивают меня, «Что вы видите? Видите ли вы мир?» Конечно, я вижу мир. Если бы я не видел мир, я не был бы способен функционировать в этом мире. Но я вижу мир, как истинный я. Другими словами, я вижу мир, как образы, наложенные на реальность. Подобно кинофильму. Подобно изображениям на экране. Я могу видеть одновременно и экраны изображений. Я вижу реальность, и я вижу изображение. Так и с мыслями. С мыслями то же самое. Кажется, будто вы думаете, но вы не думаете. Это очень важно помнить. Вы будете думать о том, о чем вы должны думать. Но мысли будут мертвы. Они будут подобны сгоревшей веревке. Они будут подобны вентилятору, отключенному от электрической сети. Его лопасти по инерции вращаются до тех пор, пока не остановятся. Почему вам нужно делать все это? Ибо жизнь проходит. Довольно скоро вы состаритесь, и будет казаться, что вы умрете. Разве вы не хотите поверить в то, что ваша смерть, ваша старость, проблема, существующая в этом мире? Вы не думаете, что все это ложь. Это смертное сновидение. Не отождествляйте себя со смертным сном. Раз и навсегда знайте, кто вы есть. Вы есть то, что никогда не было рождено. То, что никогда не находилось в расцвете сил. То, что никогда не может умереть. Вы есть то, что находится за пределами всех концепций, всех рассуждений, всех мыслей. Вы есть то, что всегда существовало, как чистое осознавание. Вы есть то, которое не является ни мужчиной, ни женщиной. Которое ни хорошее, ни плохое. Которое неправильное, ни неправильное. Которое просто есть. Красота, радость, любовь, гармония, покой, блаженство. Вот ваша истинная природа. Вот кто вы есть. Почему бы не принять это и не стать свободными прямо сейчас? Все начинается с устранения ваших мыслей. Теперь вы представляете, как убрать ваши мысли, как избавиться от процесса мышления. Вы должны сделать это. Теперь вы знаете, что у вас нет ничего общего с борьбой в этом мире. Что вам нечего бояться. Не имеет никакого значения, что происходит в экономике. Не имеет никакого значения, происходит ли землетрясение, случаются ли катаклизмы, бушуют ли ураганы. Что вам до этих вещей. Что этим вещам до вас. Вы есть источник всего творения. Во время паузы между предложениями, во время этой паузы, которую я делаю для вас, вы находитесь в самадхи. Каждый раз, когда я перестаю говорить, вы находитесь в самадхи. Почувствуйте вашу божественность. Почувствуйте блаженство. Почувствуйте любовь. Почувствуйте истину, реальность. Очистите себя. Почувствуйте, как все кармы, все самскары, все те вещи, которые вы в течение многих веков таскаете за собой, целиком и полностью уходят от вас. Вы абсолютно свободны прямо сейчас. Абсолютно свободны. Абсолютно свободны. Сегодня я понял, что когда я вижу мысль и хочу лучше понять ее, то превращаю ее во что-то реальное. Я думаю, что делаю ее сильнее, и это напоминает мне тюремную решетку. Но в первую очередь я не понимаю, откуда приходит мысль. Я уже говорил прежде, что на самом деле нет никаких мыслей. Мысли – это видимость яга. Какое-то впечатление, какое-то небольшое понимание, которое вначале очень слабо. Своего рода понимание и впечатление. Да, так это начинается. Мысли подобны телу. Это видимость. Видимость кажется очень настоящей, очень реальной. Но если вы тщательно исследуете, то увидите, что это тело не может появиться. Так же, как мысли не могут появиться. Поэтому если вы избавитесь от мыслей, то вы избавитесь от тела. Когда вы избавитесь от тела, вы избавитесь от мыслей. Я этого не понимаю. Они приходят вместе. Мысли – это часть тела. Реальность тела – это мысли. Они подобны эманациям тела? Да. Какая-то вибрация. Если у вас нет тела, то разве будут у вас какие-то мысли? Для того, чтобы иметь мысли, должно быть тело. Похоже на то, что тело излучает какие-то вибрации, которые становятся мыслью. Да, вы можете так сказать. И в теле должно быть напряжение. Не напряжение в теле, а только тело и мысли, которые относятся к телу. Всякий раз, когда появляется тело, с ним приходят мысли. Нет мыслей – нет тела. Нет тела – нет мыслей. Во время внетелесных переживаний в тело приходят мысли? Внетелесные переживания – это мысли для того, кто переживает это. Для его души. Когда человек имеет внетелесное переживание, тогда душа, так сказать, покидает тело. И это все тело. И это все умственное. Это все часть мая. Это все часть ума. Это не есть понимание тела. Внетелесное переживание – это просто еще один аспект ума. Вот и все. Сэр, пожалуйста, скажите это еще раз. Внетелесные переживания – это аспект ума. Помните, что абсолютная реальность не имеет никаких привязанностей. Абсолютная реальность не имеет ни ума, ни тела, ни мыслей, ни эго. Абсолютная реальность находится за пределами понимания. Это чистое сознание. Оно находится за пределами слов и мыслей. Поэтому все, что вы можете себе представить, придумать или выразить – это не оно. Некоторым людям внетелесное переживание кажется чем-то замечательным. Но это все еще детский сад. Это ничто. Даже если я думаю обо всем этом, и если у меня есть хорошая мыслишка, которую я хочу лучше понять, то для меня будет мудрее просто игнорировать ее и черт с ней с той пользой, которую я могу получить от нее. Именно. В противном случае, если вы даете ей хоть какую-то власть, она станет сильнее. Вы даете ей власть, реагируя на нее, веря в нее, пытаясь изменить ее или остановить ее. И я был вовлечен в мысли, что если бы я мог, если бы я мог понять эту мысль, то это помогло бы мне лучше делать то, что я должен делать. Наоборот. И вы говорите, что если бы я просто проигнорировал эту мысль, то все было бы сделано лучше. Причем я предполагаю, что я бы не знал, почему, черт возьми, я делаю это. Вот. До вас дошло. Смех. Вот это Хорхе. Иисус Христос. Смех. Мы думаем, что мы настолько важны. Смех. И что если мы об этом не подумаем, если мы этого не сделаем, то ничего не случится, ничего не произойдет. Разве большинство в неинтересных переживаниях не отождествляются с эго? Да, точно. Я читал, что они всегда говорят, что вдоль туннеля или в конце туннеля они встречали кого-то. Мою семью, мою мать, моего отца, моего деда. Я делал то и я делал это. Я смотрел, как врачи пытаются вернуть меня к жизни. Так что это все отождествление с эго. Физический план, астральный план, причинный план, ментальный план. Все это исходит из ума. Все это не вы. И это часть Майи. Часть иллюзии жизни. Вы за пределами этого. Независимо от того, насколько тонким это может быть. Точно. Это причинно-следственный план, это все еще Майя. Это по-прежнему Майя. Это всю часть смертного сновидения. Ну, часть Майи заключается в том, что у меня есть работа, что я делаю некоторые вещи, имею дело с людьми и с документами. Получается, что для того, чтобы иметь дело с этой Майей, называемой работой, мне не нужно прислушиваться к тем мыслям. Кто говорит, что вы не сможете делать свою работу без мысли? Но я полагаю, что работа – это Майя. И это все иллюзия. И у вас будет иллюзия о том, что вам нужно позаботиться о той иллюзии. Но если я отброшу эти иллюзорные мысли, то как я смогу делать иллюзорную работу? Кто это говорит? Кто говорит об этих вещах? Майя говорит о Майе. Майя говорит о себе. Вы говорите, что я мог бы делать эту иллюзорную бумажную работу, что я мог бы работать с людьми и при этом просто игнорировать мысли. Разумеется. Смотреть на эти документы, а когда я буду видеть, что ко мне приходит мысль, анализирующая то, что я читаю, просто отодвинуть ее в сторону? Вообще не думайте об этом. Обязан ли я просматривать документы? Если вы хотите сохранить вашу работу. Смех. А смогу ли я понимать, что в них написано? Вы будете понимать это намного лучше, чем вы понимаете это сейчас. Вы будете делать то, что вы должны делать. Вы будете делать это очень хорошо. И вы будете довольны собой. Не думайте, что вы дети, и не считайте, что вам нужно что-то делать. Просто будьте самим собой, и все будет сделано. Яблоня не должна беспокоиться, будет ли она выращивать яблоки или нет. По самой своей природе она выращивает яблоки. Если бы яблоня могла думать, как мы, она бы умерла. Смех. Она бы начала думать. Интересно, буду ли я в этом году выращивать яблоки? Интересно, будут ли мои яблоки зелеными, или они созреют? Она бы уничтожила себя самими этими мыслями. Или так. А могла бы я выращивать апельсины, или, скажем, груши? Смех. А яблоня просто есть. На ней растут сочные яблоки. Таинственная сила, которая заботится об этой вселенной и об этом мире, делает так, что растет трава, светит солнце, сохраняет и поддерживает жизнь. Это таинственная сила, это поток, который знает путь, который действует всегда, и который будет заботиться о вас и вашей жизни гораздо более эффективно, чем вы когда-либо могли бы сделать это сами. Вы должны доверять этой силе, верить в силу, которая знает путь, полностью сдаться ей и прекратить думать. Еще один способ, чтобы обойти все то, о чем мы говорили сегодня, еще один способ для того, чтобы избавиться от мыслей, это сдача. Сдача истинному Я. Полная сдача. Полное смирение. Ибо если вы сдаетесь, то вы перестаете думать. Истинная сдача – это когда вы отдаете все мысли. Тогда вы получите тот же результат. Когда вы начинаете видеть и понимать, тогда вам вообще не нужно делать так, чтобы что-то происходило. Вам абсолютно не нужно делать так, чтобы что-то происходило. Все происходящее будет само заботиться о себе. А вы останавливаете мысли, либо за счет того, что не реагируете на них, либо путем сдачи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok